Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Здравствуйте! Традиционно серию передач «Родная земля» мы начинаем с девиза «Русские вперед!» Великая Россия, Святая Русь! Да. Сергей Анатольевич, вот по просьбе нашего общественного движения «За наш город Герой Севастополя» получал такое задание и осматривал, в общем-то, электрические столбы в своем районе. Ну и вы знаете, вот сейчас мы покажем этот сюжет, где фактически я снимал, это прямо находится на 14 отделении связи, это улица Героев Сталинграда, прямо напротив, фактически рядом с нашим знаменитым супермаркетом «Апельсин». Итак, вот, прервемся и продолжим после просмотра данного ролика о столбе. Вот, что тут интересно происходит, лопнул столб практически до самого верха, вот, идет трещина одна, и вот здесь вот идет еще одна трещина, наверное, выше находится. То есть, если этот столб упадет, то мало никому не покажется. Вот, тут он находится как раз возле магазина «Лебусы-Севастополя». Это Героев Сталинграда. Так что, вот он, вторая трещина в песках, он уже, он срывает, и наверху он вообще лопнет. Будет грустно, если упадет на полу. Сергей Анатольевич, ну вот, мы посмотрели сюжет по поводу столба, конечно, я в шоке, что этот столб вот-вот рухнет, и, может, и, фактически, люди придут, фактически, для осуществления перехода на другую улицу, на другую сторону улицы, и, фактически, столб может упасть на них, на проходящий транспорт, на что угодно. И вот сейчас, фактически, мы этот ролик, когда мы его закончим, мы его тут же отправим в правительство Севастополя, потому что дальше тянуть с этим невозможно. Что вы думаете по этому поводу? И в городе должна быть какая-то служба, которая бы отслеживала состояние этих столбов, деревьев, столбов и прочих зданий, фактически опорных стен? Ну, или мы будем ждать, когда что-то рухнет, и потом начнем разбираться, кто виноват, говорит. Вот что по этому поводу думаете? Ну, во-первых, я не удивлен, что такое существует, потому что столбы меняются, их, как бы, ну, они же идут, как, вот здесь мы меняем, а туда дальше не идем, не смотрим. Хотя должны, конечно, посмотреть, если что-то в аварийном состоянии, то нужно принимать какие-то меры. Конечно, просто хаму поставить, закрепить на какое-то время. Но у нас же здесь бывают ураганы, бывают катаклизмы природные, поэтому все, что угодно, может, в любую минуту. Конечно, это недосмотр именно городского хозяйства, которые обязаны просто-напросто заботиться о безопасности населения, и все общественные пространства, это, как бы, это их епархия, поэтому они, я не знаю, куда они смотрят. Технадзор должен ходить на постоянное... Выискивать, смотреть. Ну, это вообще СЕФЭнерго должно быть или какая-то другая служба? Я не знаю, я не могу сказать. На балансе у кого стоит столб, тот и должен осматривать. На балансе он стоит у города, в любом случае. Потому что столб же, он же не только служит, как бы, опорой для СЕФЭнерго, он же все, что угодно. Ну, там и светофор, вы видели, на него находятся, там и хомуты вверх, вверх, вверх. И троллейбусы, там, и что-то там нет, это же на него цепляет все. И связь там, и... Что угодно. Это опора. Опора, да. Если эту опору со всех сторон тянет, вот, и представляете, если это... Что может быть вообще? Сергей Анатольевич, ну, я также хочу добавить, вот я лично, когда я это снимал, и подходили люди и смотрели, что я снимаю. Они часто, кстати, вот я когда где-то останавливаюсь, начинаю что-то снимать, тут же подходит толпа, и... Ой, вот это да. То есть люди многие, они даже не видят, то есть они считают так, что есть правительство города Герой Севастополя, которое неуклонно занимается их комфортным проживанием, как говорит президент, и им в голову не приходит, что вот на них может обрушиться стол в буквальном смысле. Они некомфортно занимаются этим своим жильем, то есть что им там просто... Ну, не видят люди. Люди замороченные все. Кто ходит пешком? Пешком ходят люди... Гонят автомобиль. У которых куча проблем, поэтому они, в общем-то, как бы не обращают внимания, потому что заняты своими решениями своих проблем. Последние своих проблем. Конечно, поэтому... А те люди, у которых проблем минимум, они ездят на машине, естественно, эти вещи на них не... Ну, на них же стол упасть может. Может, но они тогда обратят внимание. А когда упадет уже, да? Да. У меня у товарища вот как-то год или два назад, когда у нас деревья рушились, ему на машину упало. Упало? Я смотрю в интернете, смотрю, что всего Стополя на машину упало дерево, он приезжает через час, говорит, так это моя машина. Ну да, да, да. На меня это дерево упало. И все, и у него добавляется проблем, соответственно. Конечно, с этими, со всеми вещами, будь то столб, дерево, там что угодно, опорная стенка, конечно, это должны все проверять и все контролировать, и специалисты должны какие-то заключения давать. И все это должно быть на бумаге. Заранее. Конечно. И, кстати, вот хочу еще больше случаев сказать, что очень в городе Герой Севастополя очень много тополей, которые, в общем-то, уже, будем так говорить, прожили долгую большую жизнь, и они вот, особенно при больших ветрах, каких-то нагрузках, они падают. Причем падают. У меня недавно был такой случай, я одному человеку, который стоял в машину, сказал, что тополь упадет прямо на твою машину, и упал. На чем мне сказал? Позвонил, сказал, вы накаркали. Ну, как мы вот так вот накаркаем, что все падает, опорные стенки рушатся. Помните, как произошло, не повезло нашему правительству, когда вот этот нежданчик произошел, ураган, да, но опорная стена на восставших, она упала за три дня до вот этих, а фактически в нее, это было правительством города Герой Севастополя, в лице горхоза было вложено 50 миллионов рублей, представляете, да? И вот так вот раз, и буквально через два года, когда гарантийный срок, у нас, по-моему, три года, да, на то, чтобы... Ну, где три, где пять, где два, конечно. Ну, я эту тему не очень хорошо знаю. Здесь не важно, какой гарантийный срок. Гарантийный срок – это для тех, кто делал. Вот если подрядчик делал вот эту работу, он несет вот эти гарантийные обязательства, а заказчик-то, он как бы остается. Я говорю, что всегда причину нужно искать в руководстве, то есть кто разрешает. Кто контролирует. Кто контролирует, кто принимает эти работы. Вот они несут ответственность, то есть не подрядчик, а несет ответственность основную. Их задача с этого подрядчика потребовать. Мы же на парке Победы почему стопоримся? У них пять лет, у них еще вот этот сезон еще в гарантийный входит, да. Они же что не хотят-то? С ними же там, я так понимаю, поделились. И они не могут сейчас им предъявить, что вы вроде делаете. Ну да, скажут, верните деньги, а нам тогда обратно. Ну, официально письмо написал, у вас тут по гарантии фонтан Победы не работает. А они предъявить не могут. Пять лет гарантии. Ничего я не могу даже сказать. Ну, поэтому... Также, Сергей Анатольевич, хочу сказать для наших зрителей, что если вы будете в парке Победы, города Героя Севастополя, то и Гоздей касается, и всех касается, не садитесь на скамейки. Я уже наблюдал несколько камей Круфула. Они некачественные, фактически обшарпанные, ободранные. Вот это, знаете, этот уголок, который там посередине стоит, да. Люди садятся, поджимают ногу и фактически получают травму фактически. Это опасно. Вот, кстати, для сравнения, хочу сказать, я недавно был в суде города Бахчисара, и там, в общем-то, настолько площадь Ленина, и настолько добротные скамейки, хорошего качества, они, в общем-то, и бетон, сочетаемый с деревом, и обработанный лаком. Очень здорово. Надо отдать, кстати, должное Сергею Валерьевичу Аксенову. То есть в Крыму совершенно другая обстановка. Там заботятся, там думают и работают. Здесь не нужно отдавать никому должное, это обязанности. Вот, понимаете, у нас вот с этими скамейками просто позор, потому что пошел в магазин и купил нормальную, качественную скамейку, причем значительно дешевле, чем они поставили. Да, конечно, то есть это мошенничество, понимаешь. Мы же поднимали этот вопрос много раз. Просто не надо ничего искать. Пошел в магазин и купил, и это будет значительно дешевле. Точно так же перечислил по счету, пришел, забрал, поставил, будет нормальный, качественный продукт. Но это никому не выгодно. Вот и все. Поэтому мы вот с этим и будем жить. Я говорю, что севастопольцев вытирают ноги. Власть, которая приходит, овсяников, мы с ним почему начали бороться? Потому что прямо в наглую. Все дерьмо сюда привез, наставил, а вы тут хлебаете. Ну и продолжается это же канитер. И это все продолжается, к сожалению. Сергей Анатольевич, вам спасибо. Всем нашим зрителям хорошего дня, успехов. Будьте повнимательнее. И вот что еще хотелось бы сказать в завершении нашего разговора. О том, что я бы отметил то, что наши, в общем-то, граждане более аккуратны. И я вижу, что все больше правильных севастопольцев аккуратно, в общем-то, не бросают окурки, не бросают мусор, а откладывают его в специальные контейнеры, фактически вот в эти мусорные короба. И это замечательно. Я думаю, что такие традиции надо продолжать. И, в общем-то, чисто не там, где убирают, чисто там, где не ссорят. Всем спасибо. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok